В последнем видео я рассказывал о том вкратце, что есть такая штука, как психологическая смерть. И это вполне реальное явление состояния человеческого мозга. Это то, что называется «опускаются руки». Это то, что называется «я не умею делать то, что умею». То есть, возможно, если вы испытывали что-то похожее, вы знаете. Если вас там, например, унизили как-то, или вас там, не знаю, запугали, вы испытываете вот такую штуку, или все от вас отвернулись, это ближе, вы понимаете, что, блядь, как все плохо, как все плохо. Жаль, не пахнет. Жаль, не пахнет, запах пороха просто божественен. Если вы когда-нибудь получите возможность оказаться на охоте, очень рекомендую понюхать пустые гильзы, застреленные. Так вот, да, у вас опускаются руки, вы ничего не можете с этим делать. Это состояние называется «психологическая смерть», об этом ученые знают. И причиной ее является травля. Что такое травля? Это когда, знаете, вот вы играете в собачку троем, и вы постоянно собачка, бесконечно, до скончания времен. Вы ловите там мячик или тарелочку фрисби, и у вас ничего не получается. И вы аутсайдер. Аутсайдер – это страшное слово, потому что это тот, кого отвернулось общество. И именно такая формулировка и существует. То есть, быть человеком на деле означает заботиться о своей репутации. Изгнание из группы – это обезличивание, это ужасно. То есть, это худшая участь, которую называют «психологическая смерть». Быть презираемым и отвергнутым соплеменниками очень болезненно. Знаете, у меня там просто коробки. Не разноцветные, не имеющие надписи каких-то видеоблогеров, не их изображения, а просто коробки. Я не настолько отбитый, чтобы заниматься подобным. Там, насаживать на деревянный член чье-то лицо или стрелять из арбалета по распечатке. Это слишком дико для меня. Ах да, о чем я? Травля и хейт. Хейт и травля. В чем разница, спросите вы? Я объясню на примере. Хейт – это когда ты делаешь ларин против Нанифедова, к тебе набегают школьники, тебя хейтят, потом уходят. Часть из них остается, но блогерская тусовка, по большому счету, никак на это не реагирует. Она не осуждает, она, ну, может, кто-то там выскажет мнение, кто-то выскажет похвалу, типа, да, давно ему пора, или, о, что-то новенькое, псевдоинтеллектуал, да, вот такая история. Реакция участников этого процесса может быть совершенно разнообразной. Кто-то скажет, да, кто-то нет, кто-то хорошо, кто-то плохо. Что же есть травля? Травля – это когда все ненавидят. Вы можете себе представить, что большинством голосов все решают убить негритенка? Например, суд Линча, да? Или все решают забить камнями чувака, который говорит в толпе, «Нет, мы не пойдем на танки, это стрёмно». Или весь класс говорит, «Давайте отпиздим новенького». Хули он все умничает, сука, он че пидор? Результатом травли является психологическая смерть. Психологическая смерть зачастую является причиной вполне даже телесной, физической смерти. Гнобят, чморят в школе, пидорасят, они, ну, качают жить самоубийством. Или заходят в школу и начинают палить из отцовского, блядь, магнума. Очень много случаев, очень много историй, подтверждающих это, что дети, которые начинали стрелять, были отщепенцами, аутсайдерами. Аутсайдер – это пиздец страшное слово, я скажу вам, я никогда им не был. Но сейчас я восхищен этим состоянием, и я объясню почему. Во-первых, это дежавю. Что в понимании большинства дежавю? О, мы были в этой подворотне! Или нет? У меня такое ощущение, что я был в этой парадной, отливал уже. Или, о, кошка пробежала, как в Матрице, да? Мне кажется, кошка уже бегала. Нет, это не дежавю, это хуйня. Дежавю, например, даже не на моем примере, а на примере одного очень крутого мужика. Я не буду называть его имя, потому что начнется, блядь, хули ты все умничаешь, сука, ты че пидор, да? Я, как известно, в передаче «Дружи обломово» заявил, что мой курс на 2016-й – это быть быдлом. И в конце я еще объясню, почему я буду именно злым быдлом, то есть, чтобы полностью образ конфигурировать. Поэтому никаких отсылок на источники, все, верьте на слово, как ни магии, там тоже ничего не цитируют. Просто, блядь, пересказ. И он говорит, мои родители были учеными-галицистами. Те, кто изучают французскую культуру, французскую музыку, архитектуру. И эта атмосфера Франции, ее духа всегда витала. В квартире этого ученого, когда он был мелким пиздюком, и когда он вырос, он тоже стал интересоваться Францией. Он никогда не был во Франции, он не ходил по этим прекрасным городам. Самый однажды, уже в зрелом возрасте, ему удалось оказаться на Елисейских полях, и там, в Марселе, в Париже. И он говорит, у меня постоянно срабатывало вот это самое дежавю. У меня такое ощущение, что я здесь был постоянно. Типа, я знаю все об этом доме, я знаю все об этом городе, переулке. Хотя это не так. Он просто испытывал дежавю. Это очень редкое чувство. И я сейчас испытываю дежавю, потому что я так много читал про вот эти истории. Суть конкретно взятой травли заключается в том, что все поголовно, большинство людей, даже те, которые находились по ту сторону всей этой шумихи с Версусом, они как бы такие, ну, ну, нам как бы не интересно, да, прикольное событие будет, но мы промолчим, мы не будем ничего говорить сейчас. Не будем. Нам сейчас не интересно, пока это не произошло. Они высказались, как только произошло. Они высказались очень подробно, развернуто и многократно. И не в контексте X победил, а Y проиграл. Такое ощущение, что все просто ждали, не знаю, стартового пистолета, который стреляет, и они начинают... Ёб твою мать, вот это шанс. Вот это, мать его, шанс. Мы это сделаем. Мы просто сравняем его с землей. Кстати, на секундочку, да, Если бы я был лет на пять моложе, было бы мне, например, на 22-23 года, возможно, я бы, блядь, взбугуртил. У меня просто снесло бы крышу. Но благо я пришел к этому состоянию отщепенца, ну, в 28, и я чувствую себя прекрасно. Потому что я просто умиляюсь тем фактом, что вот эти все нюансы, сука, они настолько очевидны. И это реально животное поведение толпы. Я приведу еще несколько аргументов, хотя вообще было не право эти аргументы. Начнется там, блядь, сука, че ты умничаешь, сука, ты че пидор, не люблю, как бы, вот эти маты. Хотя должен, по идее. Никто не хочет быть толпой. Объективно. Никто не хочет быть толпой. Ты хочешь быть толпой? Нет. Но, когда, например, ты сидишь в автобусе один, и рядом какие-то чуваки тусуются, да, на соседних там лавках, там, два-три, ты думаешь, ну, они толпа, а я нет, я индивид. И сзади девочка сидит еще какая-нибудь, тоже она говорит, ну, блядь, какой-то пиздюк сидит, уродливый, там три мрази какие-то, а я вот индивид, я уникально абсолютно. Но когда в автобус начинает стрелять автомат, люди сплочаются. Эти люди, эти индивиды становятся одним целым. Вот она толпа. И теперь они решают, что делать. Им уже похую, насколько индивидуальны они все были. Все происходит с эволюционной точки зрения абсолютно верно. И абсолютно верно это произошло. Я подхожу к этой ситуации с эволюционной точки зрения. Вы можете меня хуе свысить сколько угодно, типа, Ларин поехал головой и начинает, типа, включать дарвинизм, блядь, неодарвинизм, ютубодарвинизм. Но мне кажется, это абсолютно так. Следующий аргумент. Чтобы проверить, стал ли я жертвой травли, испытал ли я психологическую смерть, я решил на следующий день снять ролик, который называется Ларин против Клик Лак Бенд. Там не было ни слова о версии. И ролик был достаточно объективный, динамичный, такой, каким его хочет видеть публика. Таких роликов много. Это мой формат. Я знаю, как это делать. С импровизом у меня все нормально. Я могу подмечать моменты, ловить дьявола в мелочах и все такое. Но ужасает то, что самый жуткий момент, момент гвоздь программы, да, что называется. Ну, например, вспомните Ларин против, если не видели, посмотрите. Ларин против Лиз ТВ. Ребята истирали жопу об асфальт. Это был не единственный момент. Там было много моментов, но это момент флагманский, который стал мемом благодаря, ну, можно сказать, мне, потому что этот ролик вышел не за день до того, как я снял Ларин против, а давно. Костя Павлов, Макс Брандт, за ними закрепился этот мем. Все, они стирают жопу об асфальт. Тут ничего не попишешь. И обсуждение этого момента со стиранием ягодиц абразивный, блядь, материал поверхности Петербурга обсуждали, ну, наверное, процентов 70. Насколько это ужасно? Там, типа, что могло бы произойти? Там у меня комментаторы иногда бывают смешные, шутили по этому поводу. То есть, процентов 70. Знаете, какой процент обсуждал бороду из лобковых волос? Это флагманский момент. Насколько ужасен проект Клик Клак. Лобковые волосы на броде, это пиздец. И это флагманский момент. Знаете, сколько его обсуждали? Полтора процента. Полтора дефис. Два процента. И это же ужасно. 70 процентов, пусть даже удвоим. К трем. К трем процентам. То есть, людям не интересен ролик. Хотя ролик хороший. И он работает. Он просмотры хорошо собирает. Но люди обсуждают уже другие вещи. Они обсуждают ненависть. Хейт. Вот это называется травля. Когда уже им не интересен предмет ролика. Им надо просто зайти и что-то вкинуть. Хейтеры всегда есть и будут. Прекрасно. Но процент хейтеров в те случаи, когда я делал на кого-то критику, он в десятки, если не в сотни раз, меньше. Их реально меньше. И они все равно пытаются там вклиниваться в беседу. А эти бегут просто как догматики. Люди, которые всю жизнь ненавидели Хованского, например, Усачев, Поперечный, начали не говорить, что Юра молодец. Абсолютно. А что, Ларин ебанулся. Ларин урод. Люди цепляются за любую ниточку. Вот просто, блядь, картавость уже избита. Никому не интересно. Просто за любую ниточку. И пытаются смести из нее канат, блядь, которыми тащат пароходы, блядь, поезда, локомотивы. Что с вами? И у меня есть ответ. Вы стадо. И в этом нет ничего плохого. Так случилось. Ну, я виновата часть, я стал врагом всем. И когда человек становится врагом всем, все-таки, блядь, мне вот одному стрёмно. Стрёмно мне на него наезжать, вдруг начнется, вдруг взвернется против меня как-нибудь. Вдруг я стану там, типа, ну, опущенному нижнему. А когда происходит щелчок, типа, и все понимают, вот оно, типа, да. Да, 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 мы его, блядь, разъебем просто все. И стадное чувство превращает людей в травящих животных. Это настолько круто выглядит со стороны, что у меня почти встает. Не было еще ни единой похожей, подобной и сколь-либо соизмеримой травли, ну, наверное, в русском ютубе. Джонни Боя не травили, не издевались, блядь, над ним. Да, я слышал, у него были какие-то проблемы с организацией туров или живых выступлений. Да, возможно, были такие ситуации, какие-то мелкие, но я убежден, что не было такой ситуации, что Джонни Бой звонит, например, в клуб, ну, не знаю, А2. Типа, здравствуйте, я хочу провести у вас концерт, рэп. А как вас зовут? Скажите. Меня Денис зовут. Поподробнее, пожалуйста, Джонни Бой. Рукоблудца, Ниначка, бледун, вагина. Это какой-то абсурд. Блин, я забыл самого главного перевертыша. Типа там Поперечный начал восхищаться Хованским. Усачев это все херня. Коля Соболев. Он записал ролик, который абсолютно нихуя не интересен никому, несмотря на то, что он снял буквально через два дня после Версуса и назывался там, блядь, что-то, Версус. Ларина унизили, блядь. Заголовок просто как будто читаешь спид-инфо в 93-м году. Ларина публично унизили. Ёбнуться можно. И там были задвинуты такие тезисы, в частности. Раньше я в разы сильнее уважал Ларина. Но после Версуса я считаю его типа ничтожеством. И Хованский в моих глазах просто ёптать греческий бог громовержец. Даже, сука, наверное не Зевс, а как там его батю звали у Зевса? Сложное слово. Корон. И вот это вот странно. Типа человек меня смотрит, уважает. Происходит 30-минутный Версус Баттл. И он только типа ты ничтожество нахуй. Просто, блядь, тебе пиздец говно. Но так как это такое школьное чувство животное, Коля начинает придумывать аргументы по поводу типа Хованский, каким бы человеком он ни был, рекламирующий пирамиды, наябывающий людей, он не отрицает этого. Он это признаёт. И поэтому, а Ларин, он просто умеет запутать людям мозги. Блядь, у меня образования нету. Человек просто выдумывает какие-то, какую-то дичь, блядь. А следующее предложение это, а ещё Ларин собирает деньги со своих людей. Знаете на что? На камеру, чтобы снимать короткометражки. Я такой типа, блядь, ты вообще, Коля, можешь думать на полшага дальше, чем Ларин собирает деньги на камеру? Типа, вспомни того человека, которого ты сравниваешь с Лариным, который собирает деньги на джакузи. На другие излишки. На другую радость и атрибуты богатой жизни. Что, блядь, с тобой, Коля? Это от того, что ты хочешь стать бойцом ММА? Ты усиленно тренируешься и тебе отбили голову уже? Ты совсем, блядь, отбитый. Ты худший, топовый, хейтер меня. Спасибо за травлю. Моя чугунная задница, которая закалена огромным количеством пиздецов вне ютубовских и ютубовских на протяжении трёх лет. Я привык на протяжении этих трёх лет просыпаться с утра и в новостях о себе читать критику, хейт, клевету, какую-то, не знаю, клоунаду, попытку там выкупить мой номер телефона, выкупить мой адрес. И, знаете, если я пережил эту травлю, то вряд ли что-то повторится более крупным. Нет, возможно, я ошибаюсь. Недобрые, но они добрые, и они должны разорвать, потому что сработал какой-то революционный механизм. Частично я знаю, какой он. То есть я всегда был сволочью. Но убить сволочь – это решение. Беда в том, что у вас нет тех механизмов, которые были у людей, которые впервые прочувствовали на себе желание травить живое существо. У них были камни, палки, колющее оружие, верёвки, прощи. У вас есть комментарии, посты и видосики. И всё. А я живой. И всё только начинается! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok